Здравствуйте! Это программа Город С. Я Елена Чернявская. Мастерская Валерия Бондаренко. Серебряный век. Поиск утраченной целостности. Это цикл лекций, посвященный биографии и творчеству деятелей культуры Серебряного века. Спикер Валерий Вениаминович Бондаренко. Педагог, журналист, кинокритик, киновед, филолог, член Союза кинематографистов России. За все это время реализации проекта Валерий Бондаренко прочитал более 80 лекций. Проект познавательный и дает возможность вступить в диалог с лектором. Вот это не просто лекции с атмосферными и глубокими названиями, о погружении в мир писателя, литературные моноспектакли. Герои бесед не только писатели, поэты, художники в самом высоком смысле этого слова, но и творческие личности, меняющие угол зрения на классику. Где и как можно стать участником этого проекта, я говорю сегодня с ведущим методистом и богом города Самары СМИПС Инной Александровной Емщиковой. Здравствуйте! Добрый день! Ну что ж, давайте побеседуем об этом проекте. Очень хочется узнать, в чем его особенности, Инна Александровна? Конечно, проект уникальный не только для Самары, но и, наверное, для всей России. Он уникальный тем, что это полное погружение в мир писателей, в мир ушедших от нас писателей, полное погружение в ту эпоху. И, соответственно, я бы даже сказала, что это учим читать. С помощью этого проекта Валерий Евгеньевич учит читать наших слушателей, зрителей, потому что проект проходит не только он оффлайн, но и онлайн он реализуется в разных городах и странах. Этот проект не только российский, но уже и международный стал. Об этом можем чуть подробнее попозже поговорить. И этот проект – возможность открыть людям литературу и научить читать между строк. Валерий Евгеньевич, конечно, свой уникальный лектор, уникальный спикер этого проекта, за что ему мы очень благодарны. И каждая его лекция, каждая его встреча – это действительно моноспектакль, как вы уже заметили. И это открытие, это открытие автора. Проект еще уникален, наверное, тем, что своим охватом мы попадаем в такую удивительную ситуацию, что вот вы сказали 80 лекций, да, у нас к концу года уже будет 100 лекций. То есть набирает обороты, да. Да, это обороты, да. И сейчас за три года 10 тысяч зрителей на канале YouTube, на котором транслируются его лекции. И также в группе ВКонтакте достаточно весомые цифры. За все это время просмотров 377 130. Это ежедневно более 1600 человек читают его лекции. Читают, ну, смотрят, читают. Конечно. Конечно, да, знакомиться с Валерием Бондаренко. Как это у нас проект начинался? Конечно, мы начинали с известного имени, на которое пошли. Это Самарская область, Самарский край, город Самара. И, конечно, мы не рассчитывали на такое вот открытие, как бы, да, на такой живой интерес. Но когда это появилось, мы поняли, что это нечто грандиозное, это нечто особенное, уникальное. И это нужно двигать и продвигать дальше вперед. Поэтому у нас выработалась такая некая традиция. Мы выкладываем каждый месяц афишу. На каждую лекцию предвещает анонс. И, соответственно, все наши лекции идут в прямом эфире в социальной сети в группе ВК «Мастерская Валерия Бондаренко». Идется видеозапись его лекции, которая уже потом, видео именно обработки, выкладывается на канале YouTube. И на канале YouTube вы имеете возможность посмотреть абсолютно все. И были несколько таких пожеланий у нас, что вот мы находимся не в России, а, допустим, на Украине. И нет у нас возможности посмотреть страничку ВК, как нам можно обратиться к творчеству Валерия Бондаренко. И этим спасает канал YouTube. И тем более, что зарубежные страны у нас тоже принимают участие. Этот проект распространился и на Германию, и на США. То есть его смотрят везде. Я уж не говорю о ближнем зарубежье, да. И Казахстан, и Белоруссия. Все буквально пишут хвалебные оды и комментарии, которые я позже тоже зачту. Потому что комментарии замечательные. Они открывают нам не только самого мастерства Валерия Бондаренко, но и ту эпоху тоже. Люди очень проникновенные. Да, чем же он так интересен и уникален? А для тех наверняка немногочисленных зрителей, которые не знали и не слышали, сейчас у вас есть возможность обратиться к его творчеству в нашем эфире. Давайте посмотрим. Добрый день, друзья. Наша следующая лекция – «Алхимические сказки». Это взгляд с другой стороны на эпоху Возрождения. И вот само это сочетание «Алхимические сказки» – оно как бы копирует чужой голос. Потому что… Ну вот сейчас начнешь кому-нибудь рассказывать, что люди искали философский камень. И тебе скажут – ну это сказки. И вот, собственно, вот этими сказками мы с вами займемся. Такая небольшая интрига, да, сейчас прозвучала. И можно будет, кстати, куда? Прийти и посмотреть, и послушать. Или сейчас все-таки все онлайн? Нет, по записи в порядке 10 человек, по предварительной записи. Наши самарчане, наши самарские граждане-счастливчики, как их многие называют в комментариях Валерия Вениаминовича к его лекциям, могут прийти к нам на Николай Паново-30, библиотеку номер 8, и послушать его лекции там. Ну а также в группе в социальной сети ВКонтакте, мастерская Валерия Бондаренко и на телеканале YouTube. Хорошо. Серебряный век – поиск утраченной целостности. Такое звучное название. Вот скажите, как давно этот проект реализуется, и в чем, собственно, конечно же, его смысл? Ну, смыслов там очень много. Они, наверное, все философские, даже некоторые, с таким литературным открытием тоже реализуем. Мы этот проект с осени 2018 года, вот сейчас три года, как раз в ноябре будет. Но здесь мы, как я уже сказала, что это возможность научиться читать между строк, и возможность открыть литературу, а также погрузиться вот в ту удивительную эпоху. Ведь каждая встреча Валерия Вениаминовича со своим читателем, со своим зрителем – это действительно погружение. Это действительно встреча с тем писателем, о котором вот пойдет речь. И когда вот у нас была лекция про Марину Цветаеву, здесь вот есть несколько комментариев, которые бы хотелось обратиться, потому что, ну, они очень так актуальны, да, и как бы точно отражают, что читатель, что зритель получает, слушая его лекции. Раньше для меня Самара была, ну, город как город, городок. А теперь, после лекции Валерия Вениаминовича, Самара – это лучший главный город России. Самарчане, вы в курсе, что, кто в вашем городе? Носите его на руках. Это вот был комментарий Евгения Зетт. К сожалению, не знаю, откуда он, но тем не менее. Или вот Рассел Мершин, как раз о лекции про Марину Цветаеву «Судьба и поэзии». «Сегда, когда готовишься к встрече с Валерием Вениаминовичем, а вернее теми великими, кто наш маг принес сегодня в своих тетрадях и записях, и не то, что тебе страшно, но есть ощущение некой грандиозности чувств и знания, которым могут ввергнуть в твое сознание убушующий поток этого действия. Это искусные ворожбы, языковой феерии. И, конечно, Марина Ивановна не могла не воспользоваться этим спектаклем, дабы оказаться рядом, прямо за спиной Бондаренко. И в каждом слове и движении его она как будто мелькала очертаниями чарующей и страшной бездны, созданной ею самой. Лекция Бондаренко – это мистерии, это погружение в океан истории, это чтение романа и просмотр большого кино одновременно. Вот замечательная характеристика, которой делятся наши читатели, наши зрители после лекции Валерия Бондаренко. Ну, вы-то лично наверняка присутствовали на лекциях, да, и неоднократно. А я попрошу сейчас рассказать вот ваши впечатления после посещения этой лекции, что лично для себя нового, интересного, может быть, уникального вы вынесли. Ну, и это продолжает жить с вами? Да, конечно. Мое первое знакомство с Валерием Миновичем и с его творчеством стало как раз осенью 2018 года. Это был октябрь месяц, лекция о Есенине. И здесь лекция буквально открыла для меня Есенина. Это не школьный Есенин был, это не программный Есенин. Это действительно открытие, которого можно не любить, которому можно относиться совершенно по-разному. Это встреча с Сергеем Есениным, которая поменяла, перевернула абсолютно весь мир. Ну, а полностью влюбилась я в Валерия Бондаренко после его лекции о Велимире Хлебникове. Я не знала, что есть такой поэт. Это тоже было открытие для меня. С тех пор и Хлебников, и Бондаренко в моем сердце. Как подбирает репертуар Бондаренко? Вот общались ли вы с ним на эту тему? Ну и все-таки откуда он черпает свои знания и распространяет их уже на аудиторию? Потому что понятно, что он не из первоисточников их узнает, если мы сейчас говорим вот о том же Есенине. Поэтому вот где, откуда берутся вот эти уникальные познания этого человека? Вы знаете, я думаю, это тоже творческий акт. Валерий Аняминович не раскрывает свои карты. Это его интрига. И в том числе уже неоднократно задавался вопрос, как вы вообще готовитесь к своим лекциям. Вот его знаменитые тетрадочки, его знаменитые закладки, это уже стало традицией. И это настолько тоже... Это тоже магия. Это тоже вражба. Это тоже какой-то вот некий магический процесс, который происходит во время лекции, когда он открывает, зачитывает, внимательно смотрит на реакцию зрителей. Интересно, неинтересно. Удалось. Зацепил. Какой отклик. И многие пишут в комментариях, что не согласен, но принимаю. Допустим, вы для меня открыли какой-то удивительный мир. Лекция про Льва Толстого, это целый цикл лекций был. И у него, как он сам говорит, это сериалы. Этот сериал состоял из трех частей про Льва Толстого. Следующий сериал у нас «Как думать о себе». Это цикл лекций, ну или серий, если придерживаться сериальных этапов. То это будет у нас уже пятая лекция, пятая встреча «Как думать о себе». Это удивительные встречи с мыслителями, с поэтами, с писателями того времени. И это размышления о том, как они думали, как они жили, какого мировоззрения придерживались, это все очень интересно. И это открывает широкие перспективы даже перед самой собой. И в глубине себя, конечно, находишь какую-то вот ту изюминку, какую-то вот ту лазейку. Стоишь на пороге открытия, и когда Валерий Вениаминович отворяет эту дверь, заходишь в этот мир, погружаешься и просто плаваешь в нем. Это замечательно. Это встреча буквально действительно с орфеями, с богами вот всей той эпохи. Ведь мы окунаемся и непосредственно находимся в той эпохе, в которой люди общались с богами. По-другому не скажешь, потому что это действительно были настолько творческие люди, которые... Почему вот они так писали? Почему они столько писали? Это же просто многостановщики, как мы сейчас бы сказали. Это уникальное явление. Сколько написал Цветаева, сколько написал Толстой. И вот лекции Лев Толстой из «Серебряный век» у нас тоже бьет рекорды. Ну, а, конечно же, самая такая вот цикл из двух лекций о Чехове, об Антоне Павловиче Чехове. Да, вот как раз предвосхитили мой вопрос. Я только что хотела сказать, а сколько написал Чехов за свою достаточно короткую жизнь, 44 года, да? Он прожил колоссальное количество, конечно, книг. Да. Да, но бьет рекорды не только сам Чехов, но и просмотры. Да. Потому что у нас по одной лекции идет 13 тысяч просмотров одной лекции, по другой лекции 11 тысяч просмотров. Это тоже уникальный случай. И если мы говорим вот сейчас просто о цифрах, то если представить, что это вот библиотека, виртуальная библиотека, да, где содержится вот телеканал YouTube, допустим, да, это виртуальная библиотека, где хранятся все лекции Валерия Лениаминовича. Как я уже говорила, 1600 человек каждый день смотрит, вот это наслаждается, открывает вот эти двери, входит туда, проникает в эту атмосферу. И опять же, мы несем этот вот язык, наш русский язык, поговорим опять про русское пространство, про русскоязычное пространство. Ну, я думаю, что во многих вузах, наверное, литературные составляющие рекомендуют, конечно, к просмотру и к прослушиванию Бондаренко, потому что, ну, это краткий экскурс в творчество и писателей, и поэтов, и поэтому, бывав и послушав эту лекцию, я думаю, что очень много за какой-то короткий промежуток времени для себя узнаешь. Верно? Конечно, и даже, я говорю, что целиком меняются школьные восприятия, оно прям буквально ломается, потому что Альберий Аминьевич находит такие струны, такие цитаты, подбирается, и так открывает автора и писателя, поэта, просто человека культуры той эпохи, что просто это уникальные случаи, это уникальные явления. Приходите, пожалуйста, к нам на лекции Валерия Аминьевича, как раз прозвучал анонс, это завтрашняя лекция, алхимические мифы, и я думаю, что вы останетесь в восторге. Ну, а если нет возможности прийти, то добро, пожалуйста, на прямой эфир. Да, можно посмотреть. Ну, и мы сейчас прикоснемся к творчеству, есть еще одно небольшое видео, давайте посмотрим. Добрый день, друзья. Наш проект называется «Мастерская Валерия Бондаренко. Серебряный век в поисках утраченной целостности». Мы пытаемся найти контакт, контакт с эпохой Серебряного века, понять, ощутить, пережить, до какой степени эти удивительные люди и сам аромат этой эпохи живут в нас. А Бродский говорил Соломону Волкову, ведь вот с тех пор, как мы с тобой прочитали Ахматову, Цветаеву, Пастернаку, Мандельштаму, ничего более важного с нами уже не случалось. Поразительная фраза. То есть эти люди сделали нас такими, какие мы есть. А они создали нашу культуру. И это невозможно забыть, с одной стороны. С другой стороны, эту дверь постоянно нужно открывать, иначе она закроется. Иначе мы просто привыкнем, что они когда-то были. А они станут частью истории, они станут частью школьных учебников, университетских программ и перестанут быть живыми. Вот задача нашего проекта это создавать жизнь в отношениях с культурой Серебряного века. И то, насколько мы способны эту жизнь увеличить и сообщать нам хорошее или дурное настроение, ощущение, что получилось или нет. Скажите, пожалуйста, аудитория проекта в основном Самарска или все-таки предпочитают смотреть из-за других городов и не побоюсь этого слова стран? Да, совершенно верно. Мы расширяем географию и возможность прямых эфиров, которые проходят в социальной сети в группе ВКонтакте, позволяет нам как бы расширить нашу географию и те, кто не смог по тем или иным причинам посмотреть лекцию, обратиться туда в эти прямые эфиры. Конечно, я уже говорила, обозначала нашу, так скажем, географию. Это и Германия, и США, и ближние зарубежья в том числе, и по России очень много, даже в Японии смотрят Бондаренко. Инна Александровна, скажите, пожалуйста, вот изначально, когда вы организовываете вот такие грандиозные, не побоюсь я этого слова, проекты, кто на вашей стороне в первую очередь, кто вас поддерживает, направляет, может быть, ну и, конечно, оказывает всестороннюю поддержку? Ну, это, конечно, наша администрация, это департамент культуры, это директор Татьяна Владимировна Гаврилина, и под их чутким руководством мы все это воплощаем и реализуем. Конечно, без их поддержки это было бы невозможно. Скажите, а как авторы сами вот тех проектов, которые вы воплощаете в филиалах библиотеки, идут ли с вами на контакт, поддерживают ли обратную связь со своими зрителями, и насколько они, ну вот если уж простым со всем языком говорить, рады, что вы организуете проекты в их честь, и где эти люди становятся, ну, по сути, главными героями? Ну, Батерий Альмиоменович, несмотря на такую большую известность и популярность у нас в Самаре, он очень скромный человек. И долгое время он даже не читал комментарии, которые присылают зрители. Я прошу прощения, немножечко вас перебью, вы хотите сказать, что все положительные комментарии? Нет, комментарии есть разные, конечно же, комментарии есть разные, потому что некоторые говорят, что слишком затянул, ну, вот здесь я не согласен, комментарии разные бывают. И это, наверное, неплохо, потому что самокритика все равно должна быть, критика здесь в данном случае, да, и единого мнения все-таки нет. Конечно, конечно, но все остаются едины в том, что это переворачивает сознание. И, как я уже говорила, что я с вами не согласен, но я воспринимаю. Вот эта вот точка зрения, это действительно так. И когда Валерий Бондаренко начинает свои лекции, он зачастую начинает именно с прочтения комментариев и отвечает на вопрос. И говорит, что я решил прочитать эту лекцию, потому что вот. Или я, например, привел вот эту цитату, потому что вот, и дальше рождается сама лекция. То есть он учитывает мнение, он читает сейчас эти комментарии, он в них погружается, и это тоже, наверное, некий творческий акт сейчас у него происходит, который позволяет ему узнать интересы аудитории, прочитать ту лекцию, которая больше интересна аудитории, узнать вкусы. Но и все равно вот свою изюминку, конечно же, он никуда не денет, его изюминка будет везде, и он всегда останется маэстром своих лекций, маэстром выступления. Недаром вот что театральная премия Терра Инкогнито, которая была ему вручена 3 декабря 2019 года, это тоже, наверное, удивительный, уникальный случай, когда спикеру, филологу, ну пусть и кинокритику, пусть киноведу, но театральная премия вручается, и за открытие автора Бориса Поплавского, я думаю, что это, ну, не часто такое встретишь. И для нашего Самарского края, чем мы можем гордиться, это единственная такая вот значимая награда. Вот она была им вручена в интерьерном театре Санкт-Петербурга, состоялась церемония закрытия 7-го международного театрального фестиваля Терра Инкогнито. Вот именно там была вручена ему театральная маска. Вот мастерская Валерия Бондаренко, это же ведь, наверное, я так думаю, не только лекции, есть еще какие-то другие формы, если да, то расскажите о них, пожалуйста. Да, мы немножечко расширили пространство лекций, потому что поняли, что комментарии идут, да, Валерий Альбинович хочет общаться с участниками, хочет общаться со зрителями, со своими, и вот расширили такой формат Zoom, формат Zoom конференции. Но конференция звучит слишком научно, да, наверное. Вот я, чтобы зрители не пугались, объясню, что никакой подготовки предварительной не нужно. В Zoom конференции может принять участие любой желающий. Достаточно просто выслать на почту заявку, да, и свое пожелание, что мы хотим принять участие. В ответ на ваше письмо будет выслал линк и пароль, и вы сможете подключиться к лекциям. Тема лекции тоже достаточно интересная и необычная. Вот, например, как думать о себе, да, уже звучало, современная ли русская классическая литература была такая тема. Чем люди Серебряного века отличаются от нас? Судьба прекрасного в 21 веке. Есть ли у кино авторитет в 21 веке? Поэт стремится к темноте, и зачем поэзия, темнота, смысл? Цивилизация против культуры. Ну, то есть, это темы такие философские, достаточно, на которые можно поговорить, о которых можно поговорить, и которые, если не раскроют Валерий Вениаминович, то, может быть, они пройдут и мимо нас, и мы не задумаемся об этом, уникальном таком явлении. Может быть, какие-то лекции особенно популярны, и вот подборку всех этих общений, да, если можно так сказать, можно все равно найти в интернете, посмотреть для себя, ну, а в конце нашей программы я все-таки попрошу дать какие-то рекомендации особенные, что вот было близко лично вам, и что бы вы посоветовали обязательно посмотреть, послушать. Среди лидеров это Антон Чехов, две его лекции, я думаю, что стоит обратиться внимание на эти лекции, также Велимир Хлебников, Марина Цветаева, Лев Толстой и Серебряный век, Борис Поплавский, очень интересное имя, действительно, открытие, тоже будет интересно посмотреть, ну, и вот сериалы, как думать о себе, это нужно, наверное, каждому человеку посмотреть, и это будет открытие, и для себя открытие, и открытие, может быть, проекта, открытие автора, а также есть замечательная лекция, которую нужно посмотреть всем филологам, всем учителям, всем учащимся этой литературы как приключения. Спасибо большое, и я обязательно возьму это себе на заметку. Спасибо всем тем, кто был сегодня с нами, вы смотрели программу «Город Эсс». Всего хорошего, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова